На данном испытательном комплексе слушатели военного учебного центра ЮРГО отрабатывают упражнения «Захват воздушной цели». Для того, чтобы знать норматив, им необходимо навести на цель, захватить ее и произвести выстрел. Затем специальная программа анализирует все данные и выставляет оценку. Макет переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» как настоящий, и вес такой же – 18 килограмм. Поражает воздушные цели – штурмовики, крылатые ракеты и самолеты. Работает он, подается в систему питания для захвата цели. Спуск. Наводится на цель, захватывает цель примерно 3 секунды, цель как захвачена, произойдет спуск, ракета самонаводящаяся. Следовательно, сразу поражает цель. Слушатели военного центра, обучающиеся по направлению связи, проходят сборы на двух площадках – военная часть в Чебаркуле и в Ульяновске. В ходе практических занятий они отрабатывают несколько нормативов. Развертывание антенны, работа на радиосредствах и развертывание проводной телефонной связи. Сегодня занимается настройка радиостанций Р-168, Р-159. Настраиваем связь, развертываем антенны, развертываем связь между пунктами управления различными. Вот у нас тут полигон, специально подготовленный военной частью, на котором мы организовали четыре учебных точки. Между этими четырьмя точками настраиваем связь. Студенты, обучающиеся на кафедре танковых войск, работают на специальных тренажерах. Они копируют боевую технику – танк Т-72 и БМП-2. Все аппараты имитируют и окружающую среду бездорожья. Помимо этого, слушатели отрабатывают упражнения – пуск управляемой ракеты и упражнения по поражению танков противника. Необходимо уничтожить 10 боевых машин. Первое подготовительное упражнение – это езда на танки Т-72. То есть упражнение включает в себя трогание места, прохождение маршрута с препятствиями. Прошли порядка половины взвода это упражнение. Впечатления прекрасные. Тренажеры, в принципе, на достаточно современном уровне позволяют в полной мере ощутить реальные возможности танка, как он управляется и прочее. В рамках обучения слушатели военного учебного центра ЮРГУ занимаются ремонтом и обслуживанием двигателя боевой машины пехоты. Всего слушатели находятся на учебных сборах один месяц. Помимо Чебаркуля и Ульяновска, один взвод уехал в поселок городского типа Елань. Здесь отрабатывают свои знания на практике студенты, которые обучаются по программе защиты гостайны. В следующем году к обучению приступят слушатели нового направления – беспилотные летательные аппараты. Учебные сборы в этом году у нас начались 14 июня. Проходят они, как обычно, в местах дислокации воинских частей. В зависимости от того, на какой кафедре и по какой военной учетной специальности обучаются студенты. Здесь, в Чебаркуле, проходят учебные сборы. Те, кто учатся по программе подготовки офицеров запаса – это и танкисты, и связисты, и служба ракетно-артиллерийского вооружения. Также в программе сборов – стрельба из пистолета Макарова и автомата Калашникова. В заключении – сдача итоговых экзаменов и подготовка к выпуску. Напомним, что прощание со знаменем пройдет 18 июля на главной университетской площади. После студенты, окончившие ЮРГУ, получают военный билет и зачисляются в запас.